Приветствую вас! Давайте разберем ваш вопрос. Если вкратце, то... Мужчина не хочет интимных отношений. Как бы избегает их, боится. Меня зовут Ольга. Я нахожусь сейчас в нервной снаженной ситуации, которая исходит от мужчины, с которым мы вместе уже несколько лет. Четыре года назад у нас начался служебный роман. Мы долго нравились друг другу. Где-то полгода был след. Потом, в какой-то момент, когда мы возвращались из командировки, он просто начал меня славать. То есть, в принципе, я позволил ему тогда решать, быть отношением или нет. В какой-то момент он все-таки сделал выбор. Далее два года мы встречались. Все отлично, но физически дистанция не сокращалась. Он так ни разу не позвал меня к себе домой, хотя все знаю о его семье, о детях, о бывшей жене. Он тоже все знает обо мне. По работе мы общаемся ежедневно, и наша связь на духовном уровне очень крепкая. В общем, через два года я поставил ультиматум, что либо мы сближаемся, что мне это очень нужно, либо он меня отпускает. Я пытаюсь строить свою личную жизнь, исходя из собственных представлений о нем, о ней. Он выбрал второе. Я потом на несколько месяцев уезжал в командировку, пытался пристроиться, но у нас же с ним рабочее общение все равно продолжалось все так же близко, как очень близкие друзья. Далее я вернулся в командировку, пытался еще как-то искать других мужчин, но, естественно, никто не нравился, потому что он все равно был и есть рядом. А потом в его жизни был тяжелый период, с его родственниками я опять рядом. В общем, мы все равно очень близки, нам хорошо вместе. Тем не менее, теперь он даже не переводил наши отношения на уровень интимных. Он старше, чем на 10 лет, ему почти 50. Видимо, ему уже не особо хочется. Я на 95% уверен, что у него никого нет. Потому что очень хорошо знаю и вижу, чем он занят. Мы работаем по 24 часа в сутки. А я все-таки не хочу ставить крест на интимной жизни. Много раз предлагала сама варианты, он со временем отказывался. Он как будто стесняется. Вот так я это вижу со стороны. В общем, потом совсем недавно я опять была в командировке, встретила другого мужчину, который четко и однозначно проявил свою симпатию. Мы и дальше с ним будем видеться, когда я буду приезжать в другой город. Я думаю, что интим очень даже вероятен. Там страсть. То, чего мне так не хватает последние пару лет. Но и своего другого мужчину, который старше на 10 лет. Пусть его условно зовут Дима. Я не хочу обманывать. Я даже наоборот. Хочу, чтобы он знал, что я испытываю страсть к другому. В общем, я ему все рассказала. И Дима действительно заревновал. Начал как-то больше проявляться. Стал более внимательным. В общем, такая лапочка. В плане человеческого общения и дружбы, конечно, у меня никого лучше не будет. Но все-таки от него есть все, что хочется женщине. Поддержка, статус, мудрость, защита. Нет только секса. Но секс может быть с другими сторонами. Но, по-моему, я так не смогу. Меня будет колбасить от того, что это два разных человека. Еще больше я не понимаю Диму. Почему идет стеснение? Да, два года назад, когда интимная жизнь была, там не на все 100% гладко, но меня все устраивало. И отношения были каждые выходные. Что сделать такого, чтобы вернуть интим с Димой? Потому что за последние 4 года я так и не встретил другого мужчину, который бы устраивал его во всех аспектах. Спрашивает Ольга. Замуж. Я не стремлюсь. Точнее, мне это уже не нужно. У меня двое детей, стабильная работа и свободное самоощущение. Дальше. Мне бы очень хотелось понять, по какой причине мужчина в описанном случае может отказываться от интимной жизни. Насколько сейчас такое встречается. И могу ли я как женщина что-то сделать, чтобы в нем это расшевелить. Понятно, что у меня тоже есть какие-то страхи и тревоги. Но сейчас у меня нет желания в этом разбираться. Меня почти все устраивает в моей жизни. Сейчас вот только маленький нюанс. Ну, я бы сказал, что ваш вопрос, он вообще-то говоря нарушает профессиональную этику. Потому что мы не можем обсуждать третьих лиц. И соответственно не можем обсуждать причины, по которым мужчина может избегать каких-либо отношений. Я также знаю, что люди чувствуют то, что происходит с другим человеком. И если у вас есть страхи и тревоги, то это может влиять на ваше поведение и соответственно влиять на поведение мужчины. Который, если у него имеет место быть также какие-то тревоги и страхи, ну вот вполне себе может испытывать давление на себя и вполне может как бы отказываться от отношений. Вариантов слишком много. Помимо того, что вы не рассказали подробно о том, как вы взаимодействуете с мужчиной. То есть я не понимаю, какой характер у вас коммуникации. Я не очень понимаю, как вы с ним общаетесь. Вот. Поэтому, по сути, ваш вопрос, он очень обширен и больше на погодать. Вот. То есть, чтобы понять, почему человек избегает, нужно понять, что было в начале, то есть как вы вели себя в начале, когда у вас все было, и что потом изменилось. Вот. На мой взгляд, на мой взгляд, если мы не берем физиологическую сторону вопроса, то вот вы описываете некоторую пассивность со своей стороны, когда вы говорите, что фактически я позволила ему выбирать будут у нас отношения или нет. Потом вы говорите о том, что он ставит ему ультиматум, предлагая ему выбирать. То есть, во всех случаях вы всю ответственность в ключевых точках, в критических моментах, вы ответственность перекладываете на мужчину, что, соответственно, рождает чувство требований к нему. Отвал. И даже то, что вы предлагали варианты, ну, на мой взгляд, очевидно, что вы это делаете для себя, не для него. То есть, это нужно вам. Вы даже говорите, что мне это очень нужно. Это требование. И, на мой взгляд, во-первых, суть, потому что вы описываете. И вы, и мужчина не... Ну, вы, может быть, выглядите поувереннее в этой... По вашему описанию мужчина выглядит как бы менее уверенно. По вашему описанию. Так вот, с учетом его меньшей уверенности и с учетом того, что у него есть за плечами брак, который... Ну, разрушение, которого могло травмировать человека. Я думаю, что вот это вот чувство, что вы от него что-то требуете, чувство, что у вас есть требования, они достаточно высокие. И чувство, что он должен этим требованиям соответствовать. Что может выдать его несостоятельность, да, показать его несостоятельным перед вами и перед самим собой. Скорее всего, его и отталкивают. То есть, есть ощущение, знаете, вот когда... Человек, вот... Несмотря на то, что вы не желаете... Ну, несмотря на то, что вы не хотите в себе разбираться, что выдает некоторое пренебрежение... Вами... С... Собой... Все же есть ощущение, что вы себя любите. И есть ощущение, что вы себя цените. Правда, здесь... Это немножечко выглядит как компенсация. Но сейчас, на данный момент, это не важно. И вот представьте себе, что человек, который себя любит. Да? Он говорит, я себя люблю и мне нужно... Мне нужен секс. Вот. Поэтому давай мы сейчас с тобой им займёмся, да? Потому что мне это очень нужно. И я понимаю, что... Эээ... Вы... Как бы... Нацелены здесь на себя. А не на меня. Да? И что вы хотите от меня получить... Что-то. Это неплохо. Просто... Для человека с... Определённым темпераментом. С определённой душевной организацией. Это может быть... Как раз таки вот... Проблемой. Это может быть демотивационная тенденция. Может быть... Ааа... Вот как-то так. У людей, которые любят себя... По отношению... Точнее в глазах других людей... Люди, которые себя любят... Выглядят, ааа... как те, кто достаточно требовательны. И эта требовательность, она дает ощущение, что я не дотянул. Вот, вероятно, вы, сами того не замечая и не осознавая, благодаря своей где-то резкости, открытости, честности, создали как раз таки у Димы такое впечатление, что вот он не подтянет. И все, и все, человек не подтянет и поэтому он ничего не делает. И вот здесь очень важный момент. Вы говорите о том, что вы близки. Вы говорите о том, что у вас хороший контакт. Я вам верю, что он у вас хороший. Но почему-то мне кажется, что этот хороший контакт, он не является следствием того, что каждый из вас свободен друг с другом. А является следствием того, что интеллектуально вы друг совпали. Интеллектуально, ценностно, духовно, мировоззренчески вы совпали. Из-за этого вам просто проще общаться. Вы созвучны. Конечно. Но в этом созвучии мне видится определенная ограниченность и определенная космос. Потому что, да, у многих людей в интимной сфере есть определенные проблемы. А даже у тех, у кого их нет, со временем могут с ними столкнуться. Это нормально. И когда это происходит, то люди, люди адаптируются. Адаптируются, обсуждают, находят какие-то варианты. Вот у меня нет ощущения, что вы с Вимой общаетесь именно что естественно и открыто. Мне кажется, что несмотря на хорошую коммуникацию, это все-таки больше формализованное общение. Так, по крайней мере, мне видится. Вот. Потому что нет ощущения, что вы с Вимой общаетесь и хотите о Диме заботиться, а мне это ощущение, что вы его любите. Хотя бы потому, что вы не принимаете его целиком, его полностью. вы не должны, но вам за это нужно взять ответственность, что вы что-то в Диме не принимаете. сейчас же вы просто пытаетесь его подстроить под себя. Типа он идеальный, но вот есть нюанс, и я хочу этот нюанс как бы убрать. Так не бывает. Идеальных людей не бывает. Вы или принимаете человека таким, как он есть или нет. опять же, то, что вы не принимаете его и пытаетесь изменить, так же подавляет человека. Для вас важна интимная сфера. Супер. Человек вам не подходит. Но вы говорите, от него можно получить все, что хочет женщина. И вот здесь вы оказываетесь в ловушке. С одной стороны, вы оказываетесь в ловушке стереотипы о том, что женщина может только от мужчины получить то, что вы перечислили. А с другой стороны, что каждой женщине это нужно. С третьей стороны, здесь нет глубины понимания, чего я хочу. Почему мне, например, нужна поддержка? Ну, с точки зрения психологии, если вам нужна поддержка, значит, вы требуете от себя больше, чем можете. А значит, не являетесь собой. Статус. Зачем вам от мужчины статус? То есть, иными словами, вы хотите сказать, что мужчина меня определяет. Здесь вновь идет определенная пассивность и здесь вновь отсутствует контроль и власть над своей жизнью. При том, что вы пишите, что у вас стабильная работа и свободное самоощущение. Ну, если это так, то вам не нужна поддержка и не нужен, тем более, статус. С мудростью все сложнее, зависит от того, что вы подразумеваете под мудростью. То есть, если под мудростью вы подразумеваете, скажем так, некие беседы, некую коммуникацию, это одно, но тут могут быть варианты. И защита. От чего защита-то? Почему вам нужна защита? Мать? Вот. Ну и повторюсь, повторюсь, что пассивность в ключевых моментах, когда вот вы позволили ему определять отношения или нет, вы поставили перед ним лутиматум, вот, это вот не от, так скажем, излишка психологического здоровья происходит. Потому что в первом случае, если вы чувствуете к человеку симпатию, вы делаете первый шаг сами. Во втором случае, если вы хотите быть человеком, вы с ним, собственно, находитесь. Если вы не хотите, вы не находитесь. Такая история, давай решай, это странно. Вот. Ну и обратите внимание, что мужчины, по сути, решают выбирать второй вариант. Чтобы, как бы, понимать, что, ну, вот, вашим требованиям он не соответствует. И вот, в целом, вся картинка, картинка выглядит так, в целом, что ваше отношение к Диме, это отношение требований, что он мне это дает. Я от него это получаю, он меня удовлетворяет. Кому-то это подходит. Но кому-то и нет. И очевидно, что мужчине это не подходит. И в таком случае, я думаю, что решение здесь в контексте поведения могло бы быть в виде отказа от требований и большей активности с вашей стороны. Посмотреть на то, как, как Дима будет чувствовать себя, если вы будете в позиции ведущего. Причем, в позиции ведущего явного. Сейчас, пока что, вы находитесь в позиции ведущего явного. И смену вектора поведения с того, что я от тебя получаю, на то, что я для тебя хочу. Смотрите, да? Это и какие-то сюрпризы для него, это и какие-то действия в отношении него, для него. И так далее. Вот. Ну и если по итогу это все-таки ни к чему не привык. Да. Развитие интимного общения. То есть необходимо разговаривать об интимной сфере. Необходимо это обсуждать. Проговариваться моментом. Свои желания. Искать решения. Ситуация бывает разная. Потребности у людей тоже разные. Возможности у людей разные. Поэтому говорить здесь необходимо. И вот если все это не даст результаты, то очевидно признать, что в интимной сфере мужчины просто вам не подходят. И тогда уже вам решать, как поступать дальше. Вот как-то так, как-то так. Когда вы пишете, почему идет такое стеснение, вы полагаете, что мы на основании вашего текста увидим причину его стеснения. И вот такое упрощение, на мой взгляд, искусственное, неоправданное упрощение человека, вот, к сожалению, выдает ваше отношение к себе, как я говорил, пренебрежительное. И отношение к другому человеку тоже вот, ну не то, чтобы пренебрежительное здесь, а скорее, может быть, в какой-то степени поверхностное. То есть там, где вы привыкли видеть серьезность, вы видите, а там, где вы не привыкли видеть серьезность и глубины, вы ее не видите. А глубина есть везде. И вы не чувствуете этой глубины в себе, и не чувствуете в другом человеке. Вот. Вот вы пишете, что у вас будет колбаса от того, что это два разных человека. А что конкретно вы имеете ввиду? Ну, то есть, что конкретно? Что конкретно вы имеете ввиду, что у вас будет колбаса? Дальше вы пишете. Что сделать такого, чтобы вернуть интим к Диме? Опять же, вы полагаете, что мы знаем Диму лучше вас. Откуда такое предположение? Текста, который вы написали, недостаточно, чтобы понять Диму. Смотрите. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Удачи вам. Всего самого доброго. Пока. Пока.